У вёссы Крупец Добрского района выборчий участок разместили в будинку сельского совета. Тут и место хапает, и для населения срочно. По информации членов комиссии, за три дня проголосовали, когда 30% выборщиков. Сами вязковцы кажут, что работа в сельском местном сезонная, и когда есть час, необходимо прийти на участок. До речи, сейчас до терминового голосования вязковцы не сапсовали ни одного бюллетеня, что можно лечить еще одним подтверждением. Тут выборчий процесс организован на належном узровне. Никаких вопросов не возникает. Выборы проходят спокойно, в спокойной обстановке. Так что, как бы так, никаких вопросов пока у избирателей и по проведению выборов, по организационным вопросам. Все отлично. Настрой, за кем идусь на участке выборщики, перш за все залежит от узровня их життя. А тому далеко неопошнее значение мают выники деянности сельскохоспадарших предприемствов. По климатичных умовах в Добрском районе гэтый год был непростым, але покажчики у основном не горш, чем у минулом годе. У акционерной товариства Жгунская лидерами себе не лечить, але и не скардиться. Акционерная товариства Жгунская Добрского района господарка ретабельная. Валовый сбор сборжа золиком кукурузы. На узровне минулого года надое молока больше леташних. В угле, сдаются причин, как не прийти на выборчий участок, уже хоров агрогородка нема. На участку у агрогородку Жгунь зареистровано крыхубочек тысяча выборщиков. Сказать об их низкой активности не приходится. Причем у кожного своя причина принятию дел у выборчей компании. 86-годовая Мария Кыржановская узгадывая, яким было життё у вёсы после Великой Отчины, и додает, что не жадает ничего подобного своим начаткам. Я в школу не ходила, война была, бушевала немец. Матка меня не пускала никуда в школу. Он сказал, а куда делю прячь, ткать, кроснуть. Вот чем мы занимались в то время. Тогда в магазинах не было ничего. Процесс голосования увёз сымая своей особливости. Пеш за всё тем, что тут нема чужих людей. После того, как бюллетень опыняться у скрине, можно доведаться о пошней новинной и поделиться с одновесковцами своими хлопотами. Шматк тузых с выборчих участка накеровывается на работу у сега с предприемства, тя на приседебные участки. Тем больше, что на дворе сприяя проведению работ. А вот 11-го, как астричника кажуть, при любом на дворе, я не обовязково зробить себе выходные. Тем больше, что на гэтый день по учёй Гомельской области запланованное масштабное культурно-спортивно-забовляльное мероприемство. Это и, допустим, белорусские ремёсла, это и, опять же, фото-выставка «Красота нашей природы», это и картины белорусских художников и прочее, прочее, прочее. Различные конкурсные программы, причём на любой возраст, на любой вкус. Это и спортивные мероприятия, это и общение с специалистами из различных отраслей. То есть человек-избиратель, перейдя на участок, проголосовав или до голосования, он может пообщаться со специалистами, допустим, медиками из жилищно-коммунального хозяйства, со снотериальными специалистами и задать любые интересующие их вопросы и, естественно, получить определённые ответы. Так что, в принципе, придя на избирательный участок, можно провести там целый день. Алексей Теров, Евгений Макеенко, Телерадо, компания «Гомель», Добрский район.